Здравствуйте! Это программа Город С. Меня зовут Ян Налимов. В феврале на сцене Самарского художественного театра состоятся спектакли с участием заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Самарской области Олега Белова. Сегодня мы обсудим, каким был для театра прошедший 2022 год и чем порадует зрителей в 2023 году. В нашей студии Алла Набокова, основатель и ведущая актриса Самарского художественного театра и заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Самарской области Олег Белов. Алла Генриховна, Олег Константинович, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте! Ну и давайте, наверное, начнем вот с прошедшего года, итоги года. Каким он был 22-й год для театра? Чем закончили? Какие премьеры показали? Вот чем можете похвастаться? Год был очень продуктивный. У нас было очень много премьер. Одна из них очень яркая – это «Водевиль». То есть у нас в репертурии театра появился «Водевиль» с таким привлекательным названием «Уж замуж не втерпешь». Ну, классика. Да. Мы там и танцуем, и поем. И приглашаем всех, чтобы получить хорошее настроение, на наш замечательный «Водевиль». Затем у нас вышел спектакль по произведению Мольера «Скупой» комедия. Это серьезная классика? Да, это серьезная. Это как раз было к юбилею Мольера. Жанна Батиста? Да, Жанна Батиста. Да, тоже очень красивый спектакль. Там костюмы непревзойденные Марии Казак. Блестящие костюмы, блестящая игра артистов. Тоже приглашаем с удовольствием. И закончили мы наш год 22-й премьерой, которая вышла в декабре. Это «Конек-горбунок». Спектакль получился очень ярким, очень радостным, дарящим свет и тепло. Мы его играли не только в Новый год, но продолжаем. Он у нас репертуарный спектакль, и продолжаем его играть для детей. И он пользуется огромным спросом зрителей. И радует нас, что мы и в прошлом году, и в этом году продолжаем сотрудничать с нашим любимым Олегом Беловым. И на днях состоятся спектакли вновь с его участием. Ну, Олег Константинович, на самом деле, это, ну, культовый наш актер. Легенда. Легенда. Ну, перестать. Нет, ну, на самом деле, так и есть. Вот, кстати, Алла Геннадькова, смотрите, вот такой вопрос. Вот те спектакли, которые вы назвали, я имею в виду и конек, и горбунок, и, значит, по Мольеру, вот они очень ведь, на самом деле, я так понимаю, ну, дорогие с точки зрения эквизита. Это костюмы, это все, с ними нужно выезжать. Их нужно показывать не только на территории, вот, городского округа Самары, Самарской области. Куда-то выезжали, планируете куда-то выезжать? Вы знаете, мы готовы выезжать, и в этом году у нас еще одно из направлений, мы будем очень много выезжать по области. Вот. Потому что людям в области... Возвращается вот это, и я так раб. Потому что мы в советское время, я вот застал, мы работали, у нас были гастроли, так, делился, месяцы летние делились. Вот, мы ехали, месяц у нас был по деревням, а потом два месяца были гастроли большие, куда-то в большие города. Либо наоборот, два месяца города и месяц по деревням. Мы так любили эти вот сельские гастроли. Очень нравилось, да? Да, конечно. А за что? Во-первых, вот само вот, думаю, русские люди и вот эта вот деревня, люди совершенно, вы понимаете, это вот сейчас приходят в театр, все знатоки, все сидят, а там они как дети. Они как дети, да, вот говорят, ради детей, для детей нужно играть еще лучше, чем для взрослых. Как для взрослых, только лучше. Да, только еще лучше, потому что дети, они очень чувствуют фальшь. И то же самое вот эти простые люди, они, понимаете, если это не искренне, если это не настоящее, как бы ты это умно не сделал, они это смотреть не будут. И поэтому это была тоже своего рода хорошая проверка. Ну и потом, конечно, как они принимают эти люди, у которых нет возможности приехать в город, естественно, в деревнях какие там, какие там театры, и когда к ним приезжают, это праздник. Поэтому молодцы, это классно. Да, мы вот уже несколько лет... Можно сказать, браво, Лагеря, как бы возрождаете хорошую, старую традицию, которая вот, ну, только низкий поклон. Спасибо. Мы несколько лет сотрудничаем с, как они себя позиционируют, побережье. Это правый берег Волги, Зольная, Солнечная поляна, Ширяева. Несколько лет уже подряд мы регулярно ездим к ним на гастроли со спектаклями. Они нас не просто любят, они нас ждут, они нас ждут. И мы уже многих зрителей знаем в лицо, они приходят на каждый спектакль, когда мы приезжаем вот в эти села. Ну, а сейчас у нас появился, я не буду называть, пока все не произошло, но появился очень серьезный партнер, который хочет вот организовать эти выезды по области. Я надеюсь, что все у нас удастся, все наши планы будут реализованы. И поэтому мы вот готовимся уже прямо в ближайшее время нести радость людям глубинки. Дай Бог, потому что действительно поддержка для театра, это немаловажно. Конечно. Не может театр быть на самоокупаемости, конечно же. И здесь, вы знаете, еще какой важнейший вопрос? Это воспитание новых зрителей. Когда вы выезжаете вот в сельскую местность, тем более сейчас, ну, село-то изменилось, они же могут спокойно приехать в Самару. Они могут приехать сюда на другой спектакль. В большой театр посмотреть, увидеть еще раз. Вы как бы таким образом, ну, собственно говоря, несете разумный добрый вечер. Да, и если, действительно, чтобы они стали зрителями, им хотя бы нужно один раз полюбить театр. Вот когда они приезжают, да, вот они видят, что это такое. А тогда да, и тогда эти люди будут ездить и на автобусе, и на рейсах, специально приезжать в театр, когда человек влюбляется в это. И еще я хочу вот дополнить, Алла Генриховна сказал о Водевиле. Это так прекрасно, потому что мы, к сожалению, мне так жалко. Это наш забытый, к сожалению, жанр потрясающий. Причем советские Водевили были замечательные. Да, да. Они всегда были, во-первых, музыкальные, они несут легкость, потому что зритель приходит в театр, все равно люди приходят, они хотят отдохнуть. Но вы понимаете, как Петр Львович говорил, он говорил, монастырский, он говорил, я учился, я почему-то цитирую его, он говорил, в театре всегда нужна комедия, но для этого уже не обязательно, понимаете, брать вот эти комедии, которые ниже Плинтуса. Вот смотрите, Водевиль, это же какое-то всегда легкое, музыкальное, и плюс там, естественно, мораль. Поэтому комедии тоже есть, Мольер, понимаете, это комедия, но ее не назовешь, это не Куни, понимаете? Согласен. Вот. Поэтому это замечательно, что вот они... Если говорить о планах на 23-й год, какие еще, что планируете? Ну вот поездки вы уже сказали, благородное дело, можно только поаплодировать. Пока могу назвать только одну премьеру, остальные мы пока храним в тайне, но так как 23-й год, это год Островского, это юбилей нашего великого драматурга, то мы начали, уже начали, и уже в полном разгаре работа очень серьезная, это «Волки и овцы». Ого! Серьезно. Да, Олег Анатольевич Скифко, наш художественный руководитель, наш режиссер, вот начал с нами такую серьезнейшую работу. И когда планируется, так сказать, выпустить? Я понимаю, что тут сложно предсказать такой вопрос творческий. Сложно, но планируем июнь. Июнь. Да. Ну то есть летом? Да. Да, перед закрытием сезона. Грубо говоря, подарок перед закрытием. Хотят сделать. Подарок перед закрытием. Ну это серьезно. Еще одна вот интересная тема. Олег Константинович, наш культовый актер. Большая удача, что в вашем театре есть спектакли с ним. Вот я знаю, что сейчас начинаются спектакли. Какие, когда, о чем? Расскажите об этом. 14 и 15 февраля «Чайка». Чайка? Да, чеховская «Чайка». А 16 и 17 февраля «Господин Ибрагим. История одной дружбы» по Эриху Эммануэлю Шмидту. Очень интереснейший спектакль, очень интереснейшие произведения и прекраснейший дуэт молодого артиста Никиты Попова и заслуженного и народного артиста Олега Белова. Дело в том, что вот это из той серии тоже, как я говорю, разные материалы бывают разные. По идее, это, вот Эрих Эммануэль Шмидт, это качественный бульвар. Но при этом это очень хорошая и очень философская литература. И плюс к тому, она еще очень интересная, так как это я говорю, это востребовано зрителям. Потому что это легко, не навязчиво, при всей трагичности каких-то вещей, которые там есть. А еще она очень пронзительная и затрагивает все струны души, особенно в исполнении великих артистов. Олег Константинович, а в «Чайке» кого? В «Чайке» Сорина. Причем, вы знаете, поразительно, у меня после инсульта, я как человек, как актер, я же понимаю, я же здравомыслящий человек, я понимаю, что и как артист я обязан думать о зрителе. Поэтому я понимаю, хотя мне говорят, Олег, ну что ты, никто так не скажет. Я никогда не иду на спектакль, вот мне предлагают, я понимаю, что у меня есть определенные проблемы, я не могу играть, потому что зритель сядет в зале и скажет, а что нам показывают инвалида. Поэтому я должен понимать, чтобы у зрителя не возникло этого. Я должен играть какие-то роли, где оправданы мои вот там какие-то проблемы. Так вот, Сорин у Чехова выписан. Он после удара со службы ушел, переехал в деревню. И поэтому там мое вот это все, это как вот Олег Анатольевич Скивко сказал, когда он пришел смотреть премьеру, и у меня просто бальзам на сердце. Он сел вот так вот в зале и говорит, Олег, ну как? Он говорит, Олег, слушай, я смотрел и думал, ну это ж надо, чтобы так прям выписали на тебя сегодняшнего. То есть там все ложится на мое это, ни у одного зрителя не возникает вопрос, что нам тут инвалида показывают, что нам на него смотреть. Вы по-другому его почувствовали? Конечно, это персонаж. Нет, он выписан у Чехова. Я понял, вы его по-другому почувствовали сейчас? Да, это естественно, это естественно. Вы понимаете, мне не нужно. Всегда, когда болезнь выписана, артист должен ее играть. И всегда это бывает, знаете, фальшеватым. Потому что даже хорошие артисты, только прям очень хорошие артисты справляются. А у меня, мне самая прелесть, что мне это играть не надо, поэтому я играю. Что такое болит, вы знаете. Да, этого человека, а все остальное, моя вся фигура, моя эта, она вся играет на смысл, на спектакль. Тем более, там очень много говорится о болезни, о том, что он хочет жить, а доктор, там Дорн, который говорит, ну какое лечение в 60 лет? Ну слушайте, я ему отвечаю по поводу того, что ну 60 лет жить хочется. Вот. Браво. Это Чехову браво. Я понимаю, и вам браво, просто вы сейчас это сказали так, что не добавить, не убавить. Олег Константинович, вы сейчас живете в Геленджике, насколько я знаю. Как вам там работается? Для вас город-то он не чужой? Город не чужой, да. Я там начинал, это был мой первый театр после студии, после того, как я отучился здесь, при Куршском нормтеатре, в студии Петра Леонидовича Монастырского. Меня пригласили туда, в Краснодар, и потом в Геленджике я поработал, потом вернулся опять. Это нормально, кстати, для артиста. Я понимаю, это даже хорошо. Да, в наше советское время и говорили, старики все они говорили, запомни, Олег, до сорока нужно ездить, нужно искать свой театр. После сорока надо уже оседать. Потому что, понимаете, режиссер может быть очень хороший, но не твой. Ну да. Понимаете? И все. Ну это как в среднем, я не знаю, что ты хороший, но не твой. Только единственное, что сейчас, конечно, так не может быть, если там в советское время, там тебе и подъемные оплачивали, тебе и проезд, и это, то есть ты мог ездить. Ну, времена изменились. Ты сейчас так не поездишь, конечно, я стариков вспоминаю и говорю, не жили бы в наше время. Вот. Но ничего, все равно, вы знаете, я оптимист в этом смысле, я всегда говорю, твое, оно мимо тебя не пройдет. И также здесь, в нужный момент появился вот человек, который мне позвонил, меня нашел, мы не виделись с ним долго. Он говорит, слушай, Олег, приезжай, мы сейчас вот поднимаем театр. Вот, и там тоже тяжело. Новое дело, это всегда тяжело, а особенно театр. А особенно в нетеатральном городе, это всегда трудно, тяжело. Геннаджик не такой театральный город, как Самарин? Не то, что не такой, он вообще не театральный город. То есть его нужно делать еще театр. Его нужно делать театральным. И, конечно же, с этим связан ряд сложностей, но я оптимист, и я говорю, ничего не бывает случайного, знаете, а потом новое дело всегда интересно. – Ну, согласен, согласен. Здесь, наверное, вот вопрос-то возникает, как вы умудряетесь тогда вот сочетать, потому что работать в Геленджике и приезжать в Самару, и здесь еще сыграть. – А вот это, и это я вам хочу сказать. – И кто вам помогает, как это вообще? – Нет, я вам хочу сказать. – Чтобы не обидеть ни тот театр, ни этот. – Нет, тот театр мне сразу сказал, когда я сказал, Антон Михайлович, я говорю, а можно я буду, он говорит, Олег, я буду только рад, я не хочу, чтобы ты рвал связи. Он как, он бывший актер тоже, он тоже это понимает. А у меня с Самарой связано столько, и я просто счастлив, что у меня это. А потом я всегда говорю это, и сейчас повторю лишний раз. Такого зрителя, как у нас в Самаре, я много поездил, я много видел городов и театральных городов. Такого зрителя, как у нас, нету ни в одном городе. И поэтому вот ради этого я сюда приезжаю, я так заряжаюсь, я как батарейка, аккумулятор напитываюсь этой зрительской любовью, и я туда приезжаю, и вот эти все трудности, да, они помогают мне прожить до следующего приезда. И я так благодарен, и это вот, кстати, благодаря Алле Генриховне, которая ко мне подошла. Вот у меня два спектакля было, мы совсем недавно начали. Да, Алла Генриховна, как вообще произошел тут этот процесс, как вы убедили Олега Затюновича? Сотрудничать, они пригласили меня на чайку, и мы начали сотрудничать, мы два года посотрудничали, и тут я уезжаю, и тогда она подходит ко мне и говорит, слушай, Олег, а ты мог бы приезжать играть? Я говорю, Алла Генриховна, да я был бы счастлив, если бы это. И вот благодаря ей она приглашает меня, и для меня это, каждая поездка, это такой праздник. А уж как мы ждем Олега Константиновича Любимова, ждет весь театр, весь коллектив, потому что это прям, это каждый раз праздник, а зрители как ждут. У нас вот на Ибрагима раскуплены все билеты. Уже? Да, но это было уже давно, давно раскупили, просто вообще. То есть сейчас желательно, так сказать, заранее подсуетиться, то есть если хотите посмотреть Олега Белова в этом спектакле, то все-таки желательно прийти. Да, с репертуаром, да, вроде мы договорились периодично, вроде я приезжаю, так что смотрите, и я рад, что я приезжаю и вижу, встречаюсь и со зрителем, и с ребятами, и что мы играем. Так что будет, кто, к сожалению, не сможет попасть сейчас, то смотрите. Осталось несколько билетов на чайку. Вот, да. Я надеюсь, что это не последний раз. Не то слово. Не то слово. И спектакль, и в студии Самара Гис не последний раз. Алла Генриховна, кстати, вот какая-то ревность у вас, вот как у художественного руководителя, вы же не только ведущая актриса, но возникает к тому театру, что такой актер, вот, ну, хотелось бы его полностью забрать? Нет, ревности не возникает, ревности не возникает, потому что у Олега Константиновича хватает любви, тепла, актерского мастерства непревзойденного на все театры. На всех, абсолютно верно. Мы вот в нем вообще не сомневаемся. А какие работы с ним следующие тогда было бы хорошо поставить? А это пока секрет. Вот это, кстати, а я, кстати, тоже совсем думаю, может быть, забросить, может, еще нам что-нибудь сделать. Ну, потому что два спектакля, я считаю, мало. Конечно, обязательно сделаем. Конечно. А потом, вы знаете, сейчас мне так нравится, ведь это Гвоздков принес сюда. Петр Львович, как бы я его ни любил, он был человек очень такой строгих нравов. Он бы никогда не позволил. Вот он, вот там была такая, он никогда бы не позволил в чужом театре играть. И это Гвоздков, когда пришел, тогда состоялось первый раз, нас пригласил Шапира на Бумбарашу в Самарт. И мы подошли к нему и говорим, Вячеслав Алексеевич, можно? Он говорит, да вы что, ребят, конечно. Тем более с таким режиссером. Он говорит, я вообще хочу, чтобы мы вот так вот были. Потому что, он говорит, зачем мне держать травести? Я понимаю, что я его буду держать, а она мне не нужна. Чтобы мне, если там мне понадобилась девочка, я спокойно. Пошел в Чусс и сказал, ребят, слушайте, а можно мне вот вашу актрису для спектакля? Говорит, должно быть так. И я тоже, вы знаете, я вот тоже за такое. Кстати, очень хорошее. Ну, у нас в Самаре-то с этим вот все хорошо. У нас, да, у нас слава богу. То есть ревности нет такой вот, что актер вот здесь, крепостное, что называется, он мой только мой, шаг вправо, шаг влево, ни в коем случае. Нет, нет, вы понимаете, нет. И это действительно. То есть, если есть вот характерный актер, который вот сюда ему будет. Да, то можно приглашать, можно играть в нескольких спектаклях. То есть у нас в Самаре как-то с этим все спокойно и наоборот даже все рады. Я, кстати, благодарен, да. Да, и Сергей Филиппович тоже вот в Самаре, он с пониманием относится, потому что вот у ребят работает Гоша Рудаков в некоторых спектаклях, который в Самаре, который в Самаре актером. И Сергей Филиппович не ставит никакие ни палки, ни подножки. И то же самое Гвоздков, когда был, когда я работал и в камерной сцене Софья Борисовна Рубина меня приглашала. И вот я еще в театре работал, и ребята меня пригласили. И никогда не было никаких, что нет, только у меня и не ходил. Кстати, если уж мы заговорили вот об этом, ну скажем так, о развитии театра, вот на ваш взгляд, вот, ну начните, может быть, с Вала Генриховна, потом. Вот как меняется театр? Я имею в виду даже не Самарский художественный театр, а театр вообще как явление, как институт. Вот какие тренды? Что происходит? Зрителей больше, зрителей меньше. Сейчас как бы, ну, мы живем в эпоху, там, перемен социальных сетей, виртуальной реальности, всего такого. Как это отражается на театре? Я понимаю, что темы для отдельной беседы очень бывают. Да, это для отдельной беседы, это очень серьезная тема. И вот несколько лет назад буквально, мне казалось, что театр был в более сложном положении. Что сыграло, я не могу сказать. Пандемия, не пандемия. Но вот сейчас, в данный момент, интерес к театру вырос. Мы на себе ощущаем просто огромный приток зрителей. Огромный приток зрителей в последнее время. Да. В течение прошлого года, сейчас, мы думали, ну, может быть, с чем там люди засиделись до пандемии, да. И хотят хлеба и зрелища и всего прочего, и впечатлений. Нет, поток не иссякает. Интерес действительно велик к театру. И это очень хорошо. Но и театр должен успевать за зрительским интересом. Но я хочу, я все-таки добавлю, коллеги, я же наблюдаю со стороны. И я, вот вы знаете, вот еще я объясню, почему. Интересно. Вы понимаете, вот этот театр, это как вот наша страна, которая сейчас в мире, может быть, единственная осталась, которая поддерживает простые человеческие ценности. Вот то же самое. Базовые. Да, базовые. Вот то же самое этот театр. Вот он несет вот тут духовность и культуру. Потому что все... Я так любил Самарт. Я так люблю наш театр. Но, к сожалению, сейчас все... Вы смотрите, что творится. Москва, все новомодные вот эти вот веяния. Все они отходят от этой культуры, от этой вот классической какой-то вот богатой, вот вы понимаете. А вот они, действительно, не случайно они позиционируются как театр для всей семьи. Они полностью этому соответствуют. Вот я сразу хочу сказать зрителям. Мамы, спокойно можете везти своего ребенка в этот театр. Вы ни на одном спектакле не будете сидеть и краснеть. «Куда я привела?» При этом это будет интересно, это будет здорово. То есть любой взрослый спектакль подходит для ребенка. Там не будет... Ну и наш художественный руководитель Олег Анатольевич Скивко, он всегда говорит, что мы всегда работаем и ставим спектакли для людей и о людях. Поэтому у нас каждый спектакль о любви, о людях, об их... О базовых вещах. Да. Об их душах, об их отношениях. Всех приглашаем к нам. Но мне кажется, вот как раз в последнее время, в принципе, у всего театрального мира такая тенденция. Я так воспринимаю. И именно вот возврат к этим истинным ценностям. Мне кажется, придут, да, придут. Потому что люди начинают понимать, что им не хватает. И, кстати, вот вы знаете пандемия? Вот правильно вы сказали. Вот все-таки он гораздо мудрее нас. Конечно. Мы, посмотрите, как мы появились. Компьютеры, появились новые технологии. Мы все с телефона... Слушай, да мы вообще, теперь нам не надо, Даша. Мы в любой точке страны, мы можем это. Он говорит, ах, вам нравится? Пожалуйста. Попробуйте. Пожалуйста. И нам эту пандемию. И как все поняли, как нам не хватает человеческого общения. Не надо нам. Я не хочу с компьютером. Я хочу. Я хочу с человеком. Поэтому все это грамотно очень делается. И не надо воспринимать, как страшное. Он нас чему-то учит. И вот в данном случае он нас учит. Он нас опять возвращает к нашему. Потому что нет ничего и никогда не будет. Помните, как в этом фильме «Москва слезам не верит» говорит? Не будет ничего, будет одно сплошное телевидение. Неправда. Никогда театр не умрет. И знаете почему? Почему? Какие бы спецэффекты ни были. Потому что какое бы ни было хорошее кино или телевидение, это все равно мертвое искусство. Сейчас объясню, в каком смысле. Вот его сняли, хорошо сняли один раз. И потом оно все время идет. А ты, придя на спектакль сегодня, вот ты вот в этом настроении, и артисты, они говорят этот текст, который ты вчера смотрел, но сегодня ты пришел другой, они пришли другие. И этот текст для тебя стану открытие делает. Потому что это энергетический обмен. С телевизором у тебя нет энергетического обмена. Вы знаете, вот когда говорят, иной раз говорят, как спектакль идет. Ты выходишь на сцену и говоришь, потрясающе. Ну как потрясающе. Вчера смеялись, там через каждую фразу хлопали. А ты говорил, что не очень прошло. А сегодня они молчат, они не хлопают, не смеются. Ты говоришь. А я чувствую. Потому что ты чувствуешь такую волну, что они не хлопают и не смеются, не потому что им не нравится, а потому что они боятся пропустить каждую секунду. И нарушить что-то вообще. Нарушить, да. Каким-то движением. Поэтому, а еще знаете, сейчас понял, скажем так, вспомнил одну фразу, почему театр никогда не умрет. Потому что театр – это актер в первую очередь, а актеры никогда не заменят никто и ничто. Вот я сейчас на вас смотрю, и я понимаю, что настоящему актеру достаточно сцены. Он может выйти с ковриком, встать на коврике. Этого будет достаточно. Это будет спектакль. Питер Брук и говорил, театр – это артист и коврик. Все, вот это все, это только украшение. И ему не нужны вот эти виньетки. То есть это, в принципе, неплохо, но он отлично обойдется без них и, может быть, даже будет лучше. Ну, как вот был наш великий уже российский и советский режиссер Петр Наумович Фоменко, он приезжал сюда когда, и в доме актера выступал, и я ходил на встречу с ним, и ему задали такой вопрос. Говорит, Петр Наумович, ну вот ваша мечта, вот как сделать? Вот он говорит, вы знаете, у меня мечта сделать спектакль без музыки, чтобы зрителю было интересно, чтобы музыка вот этих человеческих взаимоотношений звучала. На что ему там спрашивающий говорит, ну, однако же вы, Петр Наумович, пользуйтесь и музыкой, и светом. Он говорит, ну, конечно, ну, если это есть, ну, почему бы этим не пользоваться, понимаете, если это есть. А так, конечно, по сути, это действительно театр, это артисты коврик. Выходит, я вот всегда студентам приводил пример, я говорю, ну, вы знаете, выходит человек на сцену, ты видишь пустая сцена, и вдруг через 15 минут ты видишь что? Река, лес, вода. Человек сидит, зритель, и говорит, не, ну я же не дурак, я же, у меня же не галлюцинации, я же вижу, что никого нет, ну, один человек только стоит, ничего нет. А что это? Вот это и есть магия театра. Потому что вот он создает артист, выходит, и он рождает. Почему сейчас обесценилась профессия? Потому что сейчас актерскую профессию воспринимают не так, когда артист выходит и возникает. А сейчас выучили текст, вышли, рассказали, и все уже. Все, смотри, да что там делать? Я выучил, и все. А вот это вот понятие, когда артист выходит, и все возникает, оно сейчас пропадает, и это жалко. Но оно не пропадает в Самарском художественном театре, и никуда не пропадет. Это точно, да. Я уверен. Да, мы надеемся. Мне подсказывают, что, к сожалению, время программы подходит к концу. Большое спасибо за интересную, замечательную, очень содержательную беседу. Я от всей души желаю вам всего самого доброго, чтобы у вас все получалось, чтобы вы нас радовали новыми спектаклями. Спасибо. 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 Напоминаю, в нашей студии были Алла Набокова, основатель и ведущая актриса Самарского художественного театра, и заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Самарской области Олег Белов. Приходите в Самарский художественный театр. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok